Трапециевидная мышца, мускулюс трапециус, плоская, широкая, занимает поверхностное положение в задней области шеи и в верхнем отделе спины. Несмотря на свое название, она имеет треугольную форму. Треугольник основанием обращен в сторону позвоночного столба. И вершина этого треугольника направлена к аккормиальному отростку лопатки. Выделяют три порции трапециевидной мышцы. Верхняя или нисходящая часть, средняя, поперечная и нижняя или восходящая часть или пучки трапециевидной мышцы. Предлагаю взглянуть, где берут свое начало разные пучки трапециевидной мышцы и к чему они крепятся. Возможно, эти знания нас в дальнейшем смогут натолкнуть на функции трапециевидной мышцы. Итак, верхние или нисходящие пучки берут свое начало от затылочной кости. Именно от выступа протуберанция акцепиталис экстерна, от верхней выйной линии, линия нухалис супериор. Далее мы имеем еще одну точку. Это седьмой шейный позвонок. Все пространство между затылочной костью и остальными позвонками шейного отдела заполнено выйной связкой, лигаментум нухе. Направление волокон латерально вниз и немного кпереди. И далее мы видим крепление на акромиальном конце ключицы на задней его поверхности. В то время как средние пучки берут свое начало от остистых отростков первых четырех грудных позвонков, от надостистых связок, лигаментум супраспинали, направление волокон практически горизонтальное, стремятся они к наружу и крепятся к акромиальному отростку и ости лопатки. И нижние пучки, либо восходящая часть, берут свое начало от остистых отростков всех ниже расположенных позвонков грудного отдела, направление волокон латерально вверх и точка крепления ось лопатки спиноскапуля. Что касается функций. При одновременном сокращении трапециевидных мышц будет инициировано сведение лопаток. Верхние пучки будут поднимать лопатку и ключицу соответственно, так как соединения ассоциированы. Здесь можно говорить об элевации лопатки. Нижние пучки будут делать действие обратное, а именно депрессия, опускание лопатки. При фиксированных лопатках в шейном отделе мы можем инициировать разгибание позвоночного столба посредством двустороннего сокращения трапециевидной мышцы. И при одностороннем сокращении такую функцию также можно увидеть при обзоре литературы. При одностороннем сокращении мы можем видеть боковые сгибания, латеральные флексии. Иннервация. Это рамус экстернус нерви ацессории от нерви цервикалис. И кровоснабжение артерия трансверза коли, арцепиталис супраскапулярис, интеркосталис пастериорис. Редактор субтитров А.Семкин